Вера вечно, Вера славна, наша вера, православна. Божие благословения на вас, дорогие друзья. Хочу вам немножко напомнить, насколько дни сейчас страшные наступают. Враг делает всё возможное, чтобы когда гонения страшные начались, чтобы вы все остались, и мы с вами безоружными. Поэтому ереси, которые идут, обманы, делают всё возможное, чтобы человеку ничего не помогло, никакая святынька, чтобы не помогала ему. И вот у нас через святых сказано, что настолько будет ужас тяжёлый, иммигранты пойдут, и эти иммигранты, они будут врываться в дома, будут убивать за кусок хлеба, голод тяжёлый будет, и это уже всё не за горами. Ужас, поэтому Господь и сказал, что такого ужаса, как будет, никогда не было. Братья и сестры, мне хочется вам немножко помочь в этом. Может, кто слышал, что такой жил не так давно, Феодосий Кавказский батюшка, Иерусалимский его ещё называют. Он, когда был в Иерусалиме, он настолько сильно Господа любил, и когда пришло ему время уходить оттуда, он взял с креста, сошкрябал кровь Христову и разбавил водичкой. И Господь ему через веру, его такую детскую любовь, такую благодать сильную подал. И они, когда с матушкой уходили, Господь возвестил, что там вся благодать ушла оттуда, что через веру вот такую батюшка Феодосий Кавказский, Иерусалимский унёс благодать Божия оттуда. Истинные дети Божии. И получилось так, что его догнали, некоторые пузо вспороли ему и в море выкинули его. То есть вот эта зависть, она как от Христа, то есть как от начала от Каина, она так идёт, идёт через людей и никому покоя не даёт. Поэтому Господь и сказал, что не просто плачьте с плачущими, но и радуйтесь с радующимися. А радоваться, это значит, надо зависть не иметь. Но продолжу дальше. То, что он выжил, вот, и эту водичку он принёс с собой и на Кавказе раздавал всем чадом своим. А чада раздавали другим людям, друзьям, подругам и так далее. Вот, так же и мне попала эта водичка. Вот, и были такие ситуации, когда водичку я выпил Феодосия Кавказского. Господь второй раз смерть мою показал, какая будет. Вот, потом, когда мне было очень тяжко, враг нападает очень здорово, и мне ничего не помогало. Ни крещенская вода, ни просворочка, ни антидор. То есть, мне было очень тяжко. И вот, когда я выпивал эту водичку, скажу вам откровенно, как молнии бесы отскакивали. То есть, вот, Господь, я уже шесть лет её пью, эту водичку, она не так часто я её пью, часто её нельзя пить. Крапить этой водичкой ни в коем случае нельзя, потому что там кровь Христова. Вот, и были даже такие случаи, что одна женщина дала эту водичку подруге своей, и это как раз чада Феодосия Кавказского. И эта подруга сразу перестала с ней общаться. И потом, когда время пришло, через несколько месяцев, они где-то в остановке встретились, и та, которая водичку дала, чада батюшки, говорит, ты что же не общаешься со мной, мимо проходишь. И эта старушка говорит, ты что мне дала? Какой-то ночью Эфиоп явился и сказал, вылий срочно эту воду. Ну, я, говорит, со страха и вылил эту воду. Вот, ну, вот эта вода, она очень сильная и очень может помочь в последнее время. Она, эта водичка, настолько через батюшку святого хранится, что никакой, никакие не раскольники, никто ей этой водичке не вредит. Она как есть, она так и есть. То есть, вот, над ней никто не священно действует. То есть, да, она как есть, так она и есть. Вот, и великую силу имеет. И поэтому, когда у вас совсем не будет ни просворочек, ни крещенской воды, эту воду, её можно разбавлять. Три капельки на ведро воды хватит. Так сказал батюшка Феодосий Кавказский. И вот так вот по миру её разносит, эту водичку. И когда будет совсем вам тяжко, вы можете эту водичку попить, молитвы почитать, попить эту водичку. Она очень удивительна. И Господь уже многократно раз являл великую силу, когда эту водичку испивали. И за эту водичку сказано было Феодосием батюшкой так. «Кто эту воду выпьет, того ад не примет». Ну, эту воду, которую люди выпивают, надо иметь любящее сердце к Богу. Потому что Господь всё равно начинает после этой водички какие-то скорби подавать, чтобы мы очищались. Но этого не надо бояться. Надо бояться только Господа. И бояться греха, чтобы от Господа не отлучиться. И эта святынька, когда, понимаете, вот если мы когда обезоружены, и начинают ходить из тюрем, выпустят всех, и начнут ходить, и мародёрством всяким заниматься, ещё что-то. И вот здесь вот животный страх может на вас напасть. И как защититься? И вот как раз, когда ничего не будет совсем, вот эта водичка, она поможет. Она и страх прогонит, потому что через страх люди предают и Бога, предают и друзей, и близких, и родных. Страх – это гниль та, которая поедает изнутри. Поэтому, братья и сестры, если вам нужно будет, я, конечно же, оставлю какой-нибудь номер телефона, у кого знаю, что эта водичка есть, которая у нас находится рядышком, и благословлю, чтобы он раздавал. И кто захочет, вы можете приехать, набирать эту водичку, и я вас прошу, не только для себя берите, потому что многим людям нет возможности приехать. Раздавайте, раздавайте как можно больше народу, чтобы эта водичка была. И знайте, что эта водичка от Феодосия Кавказского, она из Иерусалима. Вот, поэтому, если хотите, жалко очень народ, что народ в такой ситуации останется. Мы стараемся с Божьей помощью, все, не только я, многие священники раздают эту воду. Вот, и сейчас уже, просто мы никогда не говорим это на видео, но сейчас уже время такое, что могут города перекрыть, поэтому я уже говорю вам вот так вот, да, что если у вас нужда такая будет, если кому-то захочется, мы вам поможем. Спасибо, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok